мы я вам хочу сказать друзья что мы на самом деле начали но просто я хочу начать вовремя и несмотря на то что мы еще настраиваемся да мы я буду настраиваться как прямо на стриме сейчас друзья пытаясь вывести чат я не знаю сколько он будет многолюден но 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 такова так сейчас по моему видео должно же идти я не знаю вот насколько у вас там не пишет оффлайн не пишет оффлайн я надеюсь это неправильно сейчас я спрошу в чат у вас у вас есть картинка поэтому не даже не смотрите сюда потому что не мы пока еще в оффлайне почему-то хотя вот уже кучу вьювер ну кучу вьювер о привет привет у нас есть первые первые наши так сказать люди которые смотрят пока все дома с андреем князевым и lostwood games не забываем что у нас стрим 18 плюс сейчас друзья я настраиваю стрим потихонечку пусть больше собирается тогда у нас тут такой милая посиделка так чат пишу я lostwood а вот microsoft нет нет блин мы что без чата что ли будем сейчас нет такого не может быть нам нужен нам нужен что у нас черной в чем все вокруг время читаю на реддить и пока можете развлекать каких-то недели людей means а вот вот interest Energy москва объекта вот есть вот отдельная Елена, вот туда машь ручкой, надо не забывать, что мы туда смотрим. Вы говорите, справа широкая черная полоса. Это полоса черная для чата, чтобы вы могли тоже выражаться. И мы не цензурируем чат, ну почти. А IP ваши записываем. Не цензурируем и IP записываем. Так, это как вот эти вот поправки. Поправка яровой или как это называется? Давайте без политики, пожалуйста. Так, add, window, чат. У меня, пожалуй, доходит из момента, меня сейчас моя подруга смотрит. Привет! Даша, привет! Даша не в Тихеле? Даша в Мурманске. Почему-то, ну это сейчас немного будет не в тему, но раз мы пока настраиваемся, я расскажу, с чем меня ассоциируется в Мурманске. Я как-то давным-давно увидел рекламу каких-то малепродуктов. И там, короче, ну такой большой-большой баннер. Ну вот, знаете, как эти вот уличные баннеры огромные. Вот. И там, короче, малепродукты, там какие-то кальмары лежат. И как раз тогда были популярны все эти шутки с башорка, там про медведа, про ктулху. Ну вот, там лежащие кальмары и написано крупными буквами «Ктулху уже в Мурманске». Короче, вот с тех пор у меня ктулху и Мурманск, они вот так вот прям переплелись в голове. Мне даже не докажут, что он там на гербе есть. Интересная история. А что, кстати, у Мурманском гербе? Рыба, короче, краблеры веселые веселые. Вот, и понимаешь, и там где-то... Да, огромная рыба подправленная. Вот. Короче, огромная рыба, ктулху еще вон не в лес, но он там есть. Офигеть. Сейчас, друзья, я уже близок. Я уже прямо близок. Нас вообще нормально слышно? Отпишитесь там. Как там по звуку? Да, пишите. Низ ведра там, я не знаю. Низ ведра. Чистый звук, нет? Ну, чувак видит, что есть звук, как тебе. А, все, ребят, ребят, по-моему, я что-то... А, сейчас, сейчас. Стрим был настолько неожиданно устроен, что вот я только... Даже волосы не успела высушить, так сказать. А я бороду успел и причесался. Ну, помада из ведра. Да? Из ведра. А сейчас придет наш саунд-инженер. Он же у нас. Никита! Никита! Мы ждем Никиту сейчас. Так. Ведра. Так, вот эта вот штучка, по идее, это чат. Ну, в общем-то, эта штучка черная. А в чем проблема, Андрей? Не показываешь там чат или что? Чат же есть. Еще раз. Или что ты хочешь на стриме? Нет, так его не видно на стриме. Понимаете? Да, смотри, когда у нас будет такой смотажак, если лежать на Ютубе, у нас не будет этот чат отображаться на экране. Понятно. Поэтому нам нужно, чтобы вот там был вот блок. Господи, как все тяжело в современной стриме. Можно я отвечу на этот вопрос? Конечно, конечно. Шампунь Натура Сибейка облепить. И бальзамчиком. Такой оранжевенький. Вот она реклама. Андрей, а чем ты расчесываешь свою бороду? Э süs тоже реклама. Да, цветDR. Ты можешь рассказать эту веселую историю? Андрей расчесывает бородув. Энре расчесывается соревнования волос. Хорошо, что хоть не вилка, как русalo. Почему она вилка что ли расчесывается? Она, по-моему, где-то нашла там в море, в билку и расчесывала. Да, да, да. Да, было? Нет, в море она сидела с душе. С принцем за столом, такая с мультбилучкой. Ну, ладно, на улице. Так это потому, что там тонули моряки, и она находила всякий инвентарь, она не знала, зачем он нужен, и креативировала. Я хочу зарядку от мутбуков. Это, знаете, что это мне напоминает всякие современные вот эти вот survival-идеры, где ты находишь всякую ненужную хрень, и не понимаешь, для чего эта хрень нужна, и потом начинаешь ее комбинировать и собираешь себе что-нибудь из нее. Ну, или там вон вилка, волосы, расчесывайся. Ой, друзья, походу дело у нас будет без чатика, потому что... Ну, блин, вы меня просто мучаете, мучаете. А, я знаю, как... У меня есть второй способ. Попробую, я не через Windows, я попробую сделать Capture Monitor и там указать место. По-моему, мне не покидает ощущение, что это как-то очень просто делается. Ну, если ощущение можно подсказать. Так, понимаешь, вот раньше все было лучше, не то, что сейчас. Вот, давайте я чат почитаю, ребята. Так. И, значит, пишут про звук то, что из ведра, да. Кто-то пишет, сойдет. Вопрос, где ведро? Так, теперь вопрос про Никиту. Никита тоже в душе? Вот. И дальше, кажется, Млен, это Даша, и тебе привет, вы тебе удачи. Лена, ой, Даша, где пробелы? Вот, там в чатике еще спрашивают, где простокваша? А, вот, собственно, вопрос про Города. Ты можешь Города? Чем? Мы уже разответили. Знаете, кстати, по поводу чтения чата, у нас сегодня будет урок стриминга. Я понял, в следующий момент, я посмотрел свои стримы, потом, господи. В общем, важный принцип, надо, когда читаешь чат, читать, надо вот туда смотреть, например, то, что мы друг с другом разговариваем. Как я могу читать чат и туда смотреть? А вот это секрет, как вы понимаете. На самом деле, надо читать чат, читать ники. Очень плохо слышно пишут. Прям вообще очень. Очень плохо слышно. Ну, сейчас я еще. Никита, помоги нам, пожалуйста. Никита. Я тоже не поняла. Да, а почему Светана... Реогейн увеличил. Стало лучше? А, может быть, это меня хорошо слышно, а остальных нет. А, кстати, может быть, из-за ноутбука. Ты его вот так вот чуть-чуть бычком поставь. Я практически не разговариваю. Да, кстати. Это проблема, друзья. Ну-ка в чат. В чат накидали смайликов каких-нибудь. Кап. Капу, капа. Работяги, трогайся. Капу в чат. Лучше сердечки. Так, работяги, сердечки в чат, пошли. Нет, лучше капу. Капа – это классика для чат. Не, ну для девочек надо все же не затихнуть. Потише лучше. А, опять потише? Теперь потише. Теперь как в турбине. Настя, все там со звуком. Мне аж любопытно послушать. А, типа Таркан 228 пишет. Блины есть, а сметаны нет. Ах, в этом дело. Ну, не знаю. Вообще кричал. Да фигура сидела. Вообще кричал, что громко. А сейчас. А давайте я вот так еще ближе к девочкам подвину. Тихим. Не будем говорить нормальным, спокойным тоном. Как спокойным? Ну что, может быть, мы начнем? Нам пишут, у вас тут вытяжка что ли работает? Ребята, мы на самом деле живем в таком месте, здесь алмазы обрабатывают. Нет, я серьезно говорю. Что серьезно? Да, бриллианты. Да, вот пишут, что здание большое. Там же к ним гости. По вечерам и ночи, друзья, Lostwood Gapes отправляется в шахты и трудится. Да, сейчас мы закроем все окна. Да, мы сейчас закроем все окна, и тут будет парилка. Закроем все окна, все двери, и пустим газ в помещение. Газ, знаешь, вспомнила, я Брэйкин Бэт вчера смотрела, когда его убили. Кого? А, этого. Я смотрела Брэйкин Бэт? Подожди. Я смотрела первые четыре серии. Понимаешь, я, конечно, верю, что сейчас все уже посмотрели Брэйкин Бэт, и ты никому не проспойлерила тот факт, что те Густава Фринга убили. Ну, все-таки. Если кто-то не понял, Густава Фринга убили, это спойлер. И мы считаем, что спойлерить нехорошо. Особенно о том, что Густава Фринга убили в Брэйкин Бэде. В теории большого взрыва вроде у них было, короче, такое правило, что, когда две недели прошло, после выхода какого-то продукта спойлерить можно. Это не считается спойлером. Кстати, да, еще вот такой момент, что вот в карго, да, мы будем тоже придерживать такого права. Так что, если вы не купили вовремя карго, то через две недели мы посчитаем, что можно спойлерить. Это практически как у Шекспира. Все же знают, что случилось с Рамои Джульетто. Мы должны его позвать, но тут не все. Никита отказывается. Я считаю, у него есть право, ему надо трудиться. Он программист. Давайте, ладно, начинаем стрим, друзья. Начинаем стрим. Погнали. Сейчас мы включим заставочку. Ой, 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 спойлеры. Хорошо, что хоть ничего страшного. Хорошо, что хоть ничего страшного. Так, пам-пам-пам. Сейчас мы включим вот эту красивую сцену. Вообще, почему мы решили провести стрим? Началось все с того, что я узнала о том, что проходит у нас гип-пикник. И Андрей предложил сделать анонс у нас в группе ВКонтакте. Прямо там, ну, буквально, наверное, за день, даже меньше, до гип-пикника. И, собственно, на этом мероприятии мы встретились с Леной. Вот. Это было очень здорово. Мы приятно побеседовали. И пригласили на продолжение разговора Лену к нам в гости. Вот. На готовили блинов, налили чаю. Вот. И, собственно, сегодня мы ждем от вас любых вопросов, касаемых разработки в основном. Вот. Потому что предрелизный стрим, он будет, больше, знаете, ну, такой вот развлекательный. Ну, я позволю себе добавить, позволю себе добавить, что предрелизный стрим, в нем будут гости, в нем будет наш звуковик, композитор, в нем будет наш арт-директор. Левиафан по всеми декады. Арт-директор Карго, скорее всего, не сможет прибыть на нем. Вот. Ну, и какие-то другие люди, мы еще не знаем, кто конкретно. Ну, вот. Но там, говорят, Тернокс будет. Ну, в общем, будем пригласить. Там будут разные люди. Он будет довольно длительный. И, София, смотрим в камеру. Да, да. Так, ну что, может быть, мы начнем тогда уже? Давайте. Давайте, да. Ну, мы там пам-пам-пум! Вот. Пока все дома. Даша, я помню, все детство, ну, прям такое ранее, я эту передачу постоянно смотрел с родителями по выходным. Я помню почему-то рубрику, где они из всякой фигни, всяких пластиковых бутылок, там, чуть ли не ядерную бомбу. Спасибо. Да. Ну, давайте о разработке все-таки. Да. А, ну и на предрелизом 33 вы сможете конкретно задать другие вопросы, но тут, так сказать, поговорим о том, о чем мы можем поговорить. Сегодня мы на серьезном чат. Ну, давай, Лена нам хочет что-то задать, или, может быть, чат? Ну, да, в принципе, нет. Нет. Друзья, спасибо, что вы обидно посидели, мы пойдем поедим в личики. Это был вопрос от Елены. Елена, спасибо за вопрос. Я просто думаю, что как бы все, что мне нужно, все ответится по ходу. Если что, я именно по ходу делу задам. Пока можно просто на вопросы людей поотвечать. А, ну, хорошо, то есть ты ничего не готовила? Нет, я приготовила. Да? Да, ну, блин, я думаю, просто по ходу, чтобы у нас было такое более... Ну, хорошо. Ладно, и живо. Хорошо, давайте действительно начнем с тех вопросов, которые некоторые из вас, многие из вас, на самом деле, оставляли в обсуждении в нашей группе ВКонтакте. Обсуждение называлось «Вопросы для предрегулизного стрима». И сейчас мы постараемся ответить максимально только на вопросы разработки. Вот Артем Алёхин задает вопрос. Насколько я понимаю, на события груза не будут влиять решения, принятые в последние две декады. Рассматривалось ли возможность учета выборов, произведенных в предыдущей игре? И я понимаю, что говорить об этом сейчас рано. Планируется ли нечто подобное в будущем проекта? Прежде чем я отвечу на вопрос Артема. Можно мне подать моего идола, который мне из Алтая привез арт-директор? Благодарю. Роман Артемионов, это арт-директор последнего дня. Он мне часто дарит удивительные вещи. Удивительный человек дарит удивительные вещи. У него сын родился, он женат, я был на свадьбе. Давай ответим на вопросы, Грей. На самом деле, друзья, я хотел вам кое-что рассказать. Дело в том, что этот стрим, я надеюсь, он будет очень познавательным тем людям, которые разрабатывают свои игры. Потому что мы тут хотим еще обсудить очень интересные концепции гейм-дизайна, в частности, написальный сценарий. И вот одна из этих вещей, которая сейчас затронута, это по поводу вот этих вот принятия решений. Мы все знаем, что во многих играх сюжетных мы принимаем решения. Но зачастую довольно тяжело сделать такой дизайн, в рамках которого эти решения реально бы на что-то прямо глобально как-то влиять. Даже если мы возьмем серию Telltale-игр, Heavy Rain тот же самый. На камеру смотри, Андрей. Ну, я постараюсь с камерой с вами общаться. В общем, практически сюжетные игры. Даже вот визуальные новеллы в рамках своей разветвленности, они все равно глобально в рамках одной истории существуют. Там ответвления небольшие. Ну вот, и одна из вещей, которую мы придумали, это, она заключается в следующем, что для того, чтобы в рамках каждой игры мы могли давать максимальное разнообразие повествования, мы не сохраняем предыдущие ваши решения, но мы выделяем каноничные решения. Все остальное является не канон. Но раньше мы только нащупывали вот эту концепцию, а теперь дальше важный момент, что мы в рамках неканоничных разветвлений чувствуем себя теперь более свободными. Ну, то есть, допустим, мы разрабатываем мир Левиафана, да? У нас уже есть какие-то планы на персонажа. У нас, ну, то есть вы их не знаете, конечно же, но у нас есть определенный план, ну, примерно, ощущение того, куда персонаж дальше двинется, какой, как бы, эпос развернется в рамках его, как он изменится. И в рамках этого мы не можем глобально дать какую-то альтернативную концовку, потому что мы понимаем, что, блин, ну, это же, ну, мы не можем, словно говоря, там, убить какого-то персонажа просто потому, что он достаточно чего роль играет. Ну, вот, поэтому мы, когда освободились с этих акул, потому что сначала мы были все же обременены вот этим ощущением того, что надо будет переносить как-то решение, мы такие сказали, блин, а теперь мы можем оттянуться. Ну, реально, а почему нам не сделать, например, Рут, когда вы, значит, едете с этими же самими контрабандистами, да, в начале игры, ну, мы очень много будем говорить про начало, потому что его спойлерить не жалко, да? Ну, вот, вы знаете, у меня то, что две недели прошло с момента того, как я узнал, чем все закончится, ну, вот, и там, допустим, есть вот эти бандиты, а что, если игроку позволить поговорить с бандитами, сказать, слушайте, а давайте я с вами буду, давайте я убью, короче, своих сопартийцев. Почему нет? Это же интересное решение, вот, и да, это полностью меняет все. То есть, конечно, вы просто берете и убиваете главных героев, которые очень важны в наблюдении всей истории, но вдруг история полностью меняется, и эта история становится уже не про наших, значит, Зви, Монику и Дэна, которые путешествуют по вот этому подземному миру, да, Кройсхэма, а про Дэна, Броди, Айва и Ральфа. И другие имена, которых вы не знаете, но узнаете. И самое интересное, что это вообще другое ощущение от игры. То есть, вопрос, вот, если раньше это было одно атмосфера, атмосфера такого рода муви, да, своего рода, то потом, бац, это превращается в такую, как бы, криминальную, криминальную такую драму. Вот, ну, я перехвачу знамя, которое выпадает из рук Андрея, и скажу, что, на самом деле, мы очень сильно хотим, ну, как Андрей сказал, мы оттягиваемся, по сути, вот в этих вот рутах, и мы очень сильно хотим вот в этих вот рутах смещать, как бы, акценты на атмосферу истории. То есть, условно, когда меняются герои, которые нас окружают, они, соответственно, их решения, они создают совершенно, так сказать, ткут совершенно иную реальность, совершенно иное развитие событий, и совершенно иное ощущение у нас возникает, когда мы с ними взаимодействуем. То есть, и действительно, как вот этот вот рут с бандитами, который Андрей, например, это, на самом деле, история совершенно про катящегося по наклону человека, точнее, про группу людей, но так как мы наблюдаем это все изнутри, так сказать, нашего главного героя, да, то мы, соответственно, на самом деле наблюдаем мастера такого личного крушения. И к чему это приводит, мы, соответственно, видим это в финале вот этих вот рутов. То есть, я хочу сказать важное дополнение. Вообще, в чем, так сказать, наша, ну, что нам позволило сделать вот эту вот схему именно такой? То есть, мы просто поняли, что надо все выборы в игре, их не мешать в одну кучу, а разбить условно на те выборы, которые просто дают ветвление, и которые влияют на реакцию, там, героев на нас и так далее. И, на самом деле, я вам открою небольшую тайну. Если вы думаете, что небольшие ветвления внутри основной истории – это как бы все, все разнообразие, то вы заблуждаетесь. Потому что по ходу основной истории мы будем так или иначе воздействовать на вот это вот, на наших основных главных героев, и в итоге наше влияние на них, оно приведет к одному из нескольких финалов основной истории. То есть, у основной истории, повторюсь, есть несколько финалов. И эти финалы, они напрямую зависят от того, что мы начинали говорить нашим героям с самого начала, что мы делали с самого начала. То есть, на самом деле, каждое слово, оно потом вспомнится, каждое действие, оно как бы потом окажет влияние. Ну вот, и, соответственно, мы разбили все выборы на те выборы, которые дают ветвление и влияют на финал основной истории, и на те выборы, которые вводят нас на совершенно другие сюжетные ветки. Собственно, вот те самые руты. Спасибо вам. Да, ну, я, кстати, для разработчиков добавить, я говорю, просто, как бы, для того, чтобы это сделать, вы должны задизайнить таким образом систему, чтобы она была независимой. То есть, если вы реально сделаете, что, допустим, ответвление влияет как-то на главный сюжет, вы просто умрете от количества вариаций. И проще всего, как бы, ну, надо строить так систему, чтобы было максимально, вот, она независима друг от друга. Но при этом, важно, что все остается как прежде. То есть, мир, как бы, то, что вы стали бандитами, мир из-за этого другим не стал. То есть, как, допустим, один персонаж там планировал какую-нибудь, не знаю, там, облаву, да, в каком-то месте или там военный лагерь где-нибудь поставил, так этот лагерь там и стоит. Только вы туда придете, условно говоря, не, допустим, не с контрабандистами, а вы туда придете там с бродячими военными. И это две разные истории. То есть, когда вы приходите с контрабандистами в военный лагерь, это одно момент, когда вы приходите туда наемником, да, военным просто, Это вообще другая история, и самое главное, интересно, что это раскрывает очень прикольно персонажей То есть, что вы можете встретить антагонистов и быть их союзниками, по сути дела Узнать их, узнать, что ими движет, и понять, насколько на самом деле сложен и не монолитен мир Мне кажется, это очень серьезные достоинства в этом направлении имеет смысл создавать Такие сюжетные проекты Да, то есть, вот эти побочные истории, они не влияют на течение основного сюжета, но они являются точками наблюдения То есть, мы из них смотрим также на события основной истории Переходим к следующему вопросу, друзья, вопросы с чата Спасибо вам, что пишете Работяги! Прейз за работягс Кто главный герой-то? Спрашивает Вандерлог Это, да, спрашивает Вандерлог, это вообще Вандерлог? Да, Вандерлог А, Вандерлог Вандерлог Чудесный замок Я правильно понял? Ну, там немножко по-другому пишется, но да ладно Окей А давайте Представь the word Вандерлог 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 А, чудесные логи ВА, чудесные логи Вопрос на самом деле был о том, кто главный герой в Грузии В Грузии? Да Ты уходишь от ответа на этот вопрос, или ты просто шутишь, потому что тебе так нравится? Дело в том, что у нас главный герой... Смотрите, в Левиафане последние декады мы показали мир аристократии, он один. А сейчас мы показываем мир простолюдинов, который совершенно другой. И главный герой, кто он такой, какова ему миссия и зачем он нужен, это тоже довольно интересный момент. Несмотря на то, что сам герой и знает это, но вы этого не знаете. И для нас это тоже важный аспект повествования, что вы должны понять, кто вы, что вы и зачем вы. Но при том, как бы, руты, главная история и сторонние донжоны, это все вместе существует в рамках этого героя. И там вы, собственно говоря, разгадываете эту тайну. То есть на протяжении всей игры у нас будет только один главный герой? Ну, вы знаете, я так скажу, можно? Я так скажу. Лев Николаевич Толстой. Это слишком доброе начало, но окей, да. Вы, 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 вы серьезные. Нет, просто мы... Я вдохновлен нашими русскими писателями. Они писали, вот мы... Ну, у нас в России вот очень свойственно, мы очень любим эпос, да. Вот у нас романы всегда, они эпичные, они такие сильные. Либо они прямо настолько глубокие, что никто не дотянется, да. Либо настолько широкие, что никто не охватит. И, конечно, во мне есть вот это вот во всех... Ну, скажи, ты мне рассказывал про Набокова вот это вот все. Да, ну да, да. То есть, смотрите, во мне, ну, вообще в нашей студии существует два таких общих направления. Это, я бы сказал, Набоков и Толстой, да. Вот у нас два таких вырисованные сильных творческих силы, да. И суть в следующем, что Толстой нас привлекает именно тем, что он вот писал невероятно широкие, мощные романы, которые охватывают, ну, потрясающий срез и общество, и временной период достаточно большой. И это нас очень впечатляет. И мы, конечно же, создавали биофан, мы держали, ну, вот это вот ощущение эпоса, мы держали в голове. По сути дела, не биофан, не знаю, то, что это последние индикаторы, груз, там, еще что-то будет. Это именно очень большой эпос, который охватывает все свои населения практически, рассказывает про мир. И второй момент – это Набоков, да. То есть, что я подразумеваю под Набоковым? Это… Набоков мне очень нравится, что… Первый момент. Мне потрясает то, как он сделает эту вот синергию из русской культуры и западной. То есть, его… Ну, все знают, что он писал какие-то произведения на английском, какие-то на русском. И его вот этот вот кругозор и его вот эти вот микс культуры, которые он получил, он позволял написать совершенно потрясающие романы с точки зрения вот энергетики повествования и такой камерности по сравнению с Толстым. Ну, реально. Толстой там с ума сойти просто. Такой охват. Ну, и вот. То есть, там… Ну, то есть, там потрясающе. У Толстого всегда очень большой охват. Персонаж и так далее. А у Набокова нет. Он больше похож на задумных писателей. Особенно, ну, вот, литература 20-го века, да, вот, середины, конец, начало, да. Ну, и вот. Она… Да, да, да. Она особенно тем, что там в целом довольно сфокусировано повествование. И это, на самом деле, потрясающий драматический навык развития литературы, да, там… И потом это и в театр, конечно, пришло, которое позволяет действительно более фокусированно держаться на самой истории. И вот это первое, да, у Набокова, которое мне очень нравится. И, то есть, мы стараемся совмещать достижение литературы 20-го века, ну, 21-го, с начала 21-го века, да, и западную русскую. И при этом, второй момент, мне очень нравится у Набокова, у него есть такая особенность, но, на самом деле, для меня очень важная, что он, как настоящий аристократ, да, он бросает вызов тем ужасам, которые происходят, да. То есть, когда в Европу приходит фашизм, да, он пишет произведения, которые направлены, приглашение на казнь, да, которое, по сути дела, направлено вот именно вот к этому вот обществу, которое вообще допускает такие идеи даже. И вот это вот его, ну, знаете, искусство для меня, во всяком случае, конечно, оно может быть каким угодно, главное, чтобы не скучно, да. Ну, и вот, ну, второй момент, для меня лично важно, в нашей студии, да, постоянно вот мы общаемся на эту тему, что мы хотим, мы хотим участвовать в формировании современной культуры, и мы это совершенно, так сказать, не стесняемся, это наша цель, это то, чем удается, потому что я считаю, что нам есть, что сказать, нам есть поднять, нам есть те, у нас есть те вопросы, которые мы хотим поднять, которые важно обсуждать, и ни в коем случае нельзя их замалчивать. И вот Левиафан, этот проект, это, по сути дела, очень сильный для нас лично культурный феномен, в котором мы, на самом деле, ведем диалог про современное общество, потому что, вот я хотел добавить, да, даже вот, сейчас ранее перейдет, тоже скажет, я просто, последний моментик, простите меня, друзья, вот, например, ситуация с выходом Ангелии из Евросоюза. Поехали, давай не в политике говорим о Африке, а не в начале Украины. Это важно, это важно, дело в том, что, представляете, мы имеем Западную Европу, развитую, в которой вдруг возникают идеи ксенофобии, и мы вдруг резко все базовые человеческие ценности отводим назад. Это, знаете, о чем для меня говорит? Это говорит о том, что борьба за то, чтобы быть людьми, чтобы мы, как раса, как вид, да, там, чтобы мы были как люди, вот мы, человечество, мы всегда должны бороться за это. И деятели искусства, деятели культуры, мыслители, которые именно занимаются тем, что они создают вот этот культурный фон, мы должны постоянно поднимать эту тему, постоянно обсуждать, чтобы мы никогда не забывали это. Потому что в тот момент, когда мы перестаем бороться за нашу человечность, мы перестаем быть людьми. Условно говоря, идея, вот идея того ужаса, вы можете представить, 20 век, и вдруг идея фашизма, это просто, вот Набоков считал, что это вершина постмодернизма, фашизма, и в этом есть своя, ну, как бы, есть своя логика, да. И нам надо не переставать, не перестать бороться за то, кто мы есть, что мы есть люди, и мы люди не потому, что у нас есть две руки, две ноги, пенис или вагина, да, а потому, что, ну, чтобы веселее было, надо сказать какие-нибудь острые словечки. Ну, и вот, а потому что мы каждый, мы в какие-то моменты нашей жизни думаем о том, а что значит я человек, а как я отношусь к этому, а что значит концепция про... То есть то, что может воспринять только человек. Ты не можешь объяснить коту, что такое общечеловеческие ценности, что жизнь другой мышки вообще-то ценна, и не подумали бы он там как-то по-другому относиться к другим котам. И если кот его оскорбил, значит ли это, что надо этого кота побить? Мы это с котами не обсуждаем, это только люди могут воспринимать, и поэтому мы должны обсуждать эту тему. Подождите, пожалуйста, я просто не могу, мне очень неудобно здесь сидеть, я думаю, что будет намного лучше, если мы чуть-чуть позаним, да, я думаю, сидеть за чатом, да, так сказать, у другого отбук, чтобы... Сергей, можешь сюда сесть. Здесь у нас сидит наш фантомный программист, он невидимый, но он тут сидит, он готов подвинуться чуть-чуть. Спасибо, спасибо большое, мне на самом деле удобнее вот здесь вот будет, потому что я буду возле чата. А, понял, понял, ты его еще и видишь, да? Вот, кстати, я тут тоже возле чата, и у нас тут очень много интересных вопросов, все делали. Ну, давай. Сейчас я подвину камеру, сейчас, что-то... Ну, пока я прочь, да, могу спросить кое-что? Ну, давай, воспользуйся правой камерой. Люди накидали мне там парочку вопросов, и вообще просят рассказать о том, о начале, о том, как все начиналось. О, да, вот. Как собирать команду, да, что мы вообще... Это тяжелый путь. Ой, да, это тяжелый, тяжелый путь. На самом деле, блин, это... Смотрите, давайте мы... Я проначал, на самом деле, даже чисто отдельный стрим, потому... Ну, может быть, мы вот предрелизом стрима, потому что... Надо собраться вместе, потому что там Никите есть что рассказать, у Раннера есть... То есть он, ну, арт-директор придет, потому что это действительно такая очень сложная история, у каждого, каждый по-своему, да, там, присоединился к Левиафану, у каждого своя история вот этого вот момента, и мне кажется, было бы интересно послушать вот ее с разных ракурсов, а не только с моего. Просто это действительно такая долгая тема. Да, и вы знаете, на самом деле, не хотелось бы уходить именно в пересказ событий, и пересказ хронологии. А мне кажется, нам самим, чтобы ответить на этот вопрос, нужно еще немножечко времени, небольшой такой, ну, паузу такую взять, чтобы мы могли, так сказать, осознать этот путь именно как сюжет, что ли, своеобразный. Прорефиксировать все моменты, да? Да, потому что это такая история, на самом деле. Кстати, вот ты когда листаешь, там тоже в стриме это отражается, так что... Может, вот, айпад брать лучше. А, я сейчас тогда возьму ноутбук. Вот, очень хорошо бы наложился вопрос после ваших ключей, ребята. Такой, как вы думаете, как вы повлияете на людей, прошедших вашу игру? Пока вы отвечаете, я все-таки сажу за ноутбуком. Раня, мне интересно, как ты... Я все думаю, Андрей, Андрей, и сейчас такой, давай, говори. Я уже поговорил, он, Кейс. Ну, ладно, хорошо, я поговорю, на самом деле, насчет влияния. А у меня такой вопрос, а как лично на вас влияют художественные произведения? Я говорю сейчас не о впечатлении, там, не знаю, когда ты сходил на фильм, полтора часа посмотрел, тебе было в процессе там клево-весело, а потом ты вышел и забываешь, да? А я говорю про художественные произведения, которые оставляют след определенный, такой отпечаток внутренний. То есть я, на самом деле, могу сказать, что из всего большого, довольно, количества книг, но не больше, чем у Андрея, из всего большого количества книг, которые я прочитал, у меня не так уж много книг, внутри оставили какой-то след, но некоторые оставляли прям серьезные следы, прям какие-то зацепки, даже, знаете, вот как представить русло реки, и вот как будто бы раз, и строят такой канал, и река бежит уже не по прежнему руслу, она бежит в другом направлении. Вот такого рода даже, как бы оставались, можно сказать, отметины. Вот, то есть, на самом деле, нам бы, конечно, очень хотелось, чтобы то, что мы делали, оно оставляло именно вот такие ощущения. То есть, когда человек проходит игру, и он думает, блин, я, например, хочу создать что-то подобное, или, а может быть, игры могут быть такими, может быть, история в игре может быть такой, может быть, те сюжеты, которые я, как бы, видел до этого, да, они мне, как бы, ну, они меня развлекали, да, но, может быть, хорошо, когда сюжет не только развлекает, но и поднимает какие-то вопросы. То есть, может быть, как бы, ну, то есть человек, в идеале человек проходит ливиафан, и он вдруг понимает, что круг тех вопросов, которые он может очертить в сюжете игры, он несколько больше, чем те стандартные вопросы, на которые он привык, так сказать, искать ответы, подходя и говорю, вот это хотелось бы как-то. Это вот, относяк прошлой речи Андрея, о чем он говорил, должен был перепитаться. С толстым и Набоковым? Ну, с понятием вопросов, в принципе. Вообще, вот я хотел сказать, да, вот, я всю жизнь думал, что ответы важны очень, но в какой-то момент для меня стали важнее вопросы. Сейчас, ну, то есть, понимаете, я вот, ну, я чувствую, что у меня есть определенная ответственность, да, мы создаем творческие произведения, и у нас есть некая, ну, у нас есть люди, которые воспринимают как-то наше творчество позитивно-негативно, но в любом случае у нас есть вот этот вот канал коммуникации. Я чувствую определенную ответственность за этот канал и за наши произведения и перед аудиторией. Я хочу, чтобы максимально, да, максимально качественно вы получали продукты с точки зрения игры, а также я хочу, чтобы вы получали вот это вот произведение совершенно, ну, другого уровня, да, потому что, вот, допустим, если взять просто, ну, я не знаю, толстого на любое произведение, на самом деле, даже коллекционера, если взять фаузу, да, то есть произведение про то, как маньяк держит, значит, у себя в подвале студентку художественной школы. Я думаю, ну, не многие студенты художественных школ сразу заинтересовались. И сейчас был на грани спойлер. Многие маньяки, думаю, тоже заинтересовались. Да, многие маньяки тоже. Так вот, и вроде бы произведение довольно простое, в принципе, читаешь его, и ты понимаешь, откуда ноги растут у всех триллеров практически, но количество слоев, которые там обсуждаются, там обсуждается и социальные вопросы. И вот там, например, подняты темы вот это волонтерство, подняты темы вот даже вот современного поколения в чем-то, да, совершенно два противоположных героя из разных социальных слоев, и ты начинаешь думать так или иначе. Так, ну, ты начинаешь их воспринимать как-то под разными вопросами. И вот, например, коллекционер вот мне в душу запал очень многими вещами, но одна из вещей, который мне, тот вопрос, который для меня оказался очень важен, это вопрос, может ли искусство, в основном, сделать мир лучше. То есть, может ли ты, допустим, какого-нибудь террориста, приобщить его к искусству, и вдруг он перестанет быть террористом, например. Ну, я очень упрощаю, но это потрясающий вопрос, на самом деле. Если ты начинаешь, если ты, как человек, который занимается каким-нибудь творчеством, ты начинаешь думать об этом, и можешь думать об этом годами, месяцами, там, неделями. То есть, вопросы тут у меня довольно часто воспринимают, и каждый раз у меня ответы разные, что самое интересное. Но сам вопрос, он мне настолько интересен, что он потрясающий. И вот, когда мы делаем груз, да, мы уже прорабатываем историю на многих очень уровнях. Там есть и семейная драма, и личностная, и социальная. И я, ну, вот опять же повторюсь, там подняты очень важные, я считаю, вопросы права. Это идет ненавязчиво. То есть, прежде всего, это потрясающая интересная история, но в рамках ее мы насыщаем ее вот интересными такими вещами, о которых рассуждают герои. Вы можете об этом тоже рассуждать. И мне кажется, это очень важно для современного произведения, потому что мы можем сделать этот мир лучше, да, так сказать. То есть, мы можем это сделать мир лучше просто потому, что открыть поле дискуссии. На самом деле, когда ты сказал про терроризм и искусство, что показать искусство террористу, и он, можно ли сделать его лучше, сразу вспоминается заводной аккессин с любовью главного героя классической музыки, и еще игра Life is Strange, где главный антагонист любил фотографии очень сильно. Ну, тут такая двоякая штука такая. Ну, да, видите, вот тут сразу же поднимается еще интересная дискуссия, и тут мы же долго на самом деле рассуждали, потому что, опять же, вот по поводу заводного, ну, как бы в чем, смотрите, в чем разница между заводным апельсином и Life is Strange, да, в том, что это важно, ну, это важный самый подход, в том, что, на самом деле, ни один автор не знает, как устроена жизнь. Мы, как бы, мы не, ну, я говорю, я пришел к тому, что, я не знаю, как устроена жизнь сейчас, я не знаю, что правильно, что хорошо, я вообще уже не понимаю этих вещей, но я понимаю, что есть вопросы, которые очень важны, и на которые каждый человек должен ответить. Если он не отвечает на эти вопросы, то на эти вопросы за него отвечает пропаганда и популизм, и который существует не только, он существует во всем мире, потому что популизм – это вообще та вещь, которая очень манит. Это вот как тот эксперимент в американской школе, когда учитель, по сути дела, устроил фашистскую… А, третья волна, да. Да, третья волна, то есть, когда он просто взял и людей рассказывал про дисциплину, и тоже действительно дисциплина, сила, она нас влечет, потому что она снимает страшные вопросы. А литература, искусство, ну, вообще искусство в целом, она, наоборот, задает эти вопросы, она ни в коем случае… Она вовлекает вас в диалог, она не говорит вам «так-то правильно» и «так-то это». Потому что если ты говоришь «как правильно», то ты уже переходишь от стадии искусства, да, в стадию, ну, по сути дела, диктата, да. Он манит, диктат он реально манит, конечно. Если кто-то вам говорит, что мы за все хорошее, это прекрасно, господи. Вот мы за все хорошее, потому что мы не знаем, что хорошо, что плохо, понимаете? Мы хотим хотя бы на этот вопрос ответить для начала. Ну, вот, это такая, да, но при этом культура, да, она несет на себе и диктаты, и какие-то другие ценности, да. Ну, просто нужно обнажать эти вещи и говорить об этом. Да, да, говорить. Ну, я говорю, ну, отвечать, вот это уже вопрос, когда ты отвечаешь, что ты делаешь? Ты хочешь навязать кому-то что-то или ты хочешь обсидеть это? Ребят, спасибо вам за комментарии. Мы видим, да, что вы пишете свои примеры о том, какие произведения вас вдохновляли, какие фильмы. Спасибо вам большое. Вот, собственно, пока тоже, чтобы ни один вопрос не пропустить, да, может быть, они не совсем сейчас будут в тему, но тем не менее, мы встретим вообще Дарину в Грузии? Дарина, смотрите... Ты говорил, Толстой. Груз рассказывает про события, которые происходят в Кройсхэме. Дарина, если кто-то играет в пятый эпизод, она как-то не в Кройсхэме. По всякому случаю, она планирует не находиться в Кройсхэме. Точно мы встретим героев, которые остались в Кройсхэме. Ну, давайте немножечко раскрываем. Ну, давай. Кто? Какой? Ну, Келла. А, давай, Райдер. Вот, ну, на самом деле, из героя последнего дня декады мы встретим Келла, мы встретим, соответственно, Юлию, и мы встретим, так сказать, персонажа, которого никто после дня декады в лицо, так сказать, во взрослом состоянии, в общем-то, не видел. То есть мы увидим Оливера. Вот, и в целом, на самом деле, как бы вот вся эта история хронологически, она развивается сразу же после событий последнего дня декады. И, на самом деле, знаете, честно, пользуясь случаем, мне бы хотелось немножечко сказать про пятый эпизод и как вот некое масштабирование этой истории. На самом деле, пятый эпизод, он во многом получил критику как раз из-за того, что мы в пятом эпизоде изменили масштаб истории в целом. То есть, на самом деле, мы как бы стремились показать, что то, что происходит в игре, то, что происходит в ее событиях, оно затрагивает не только конкретно Оливера Вертрана, не только как бы Кристиану, а оно затрагивает вообще судьбу, на самом деле, целой страны, потому что они серьезно так связаны с судьбами людей в этом государстве. И из-за этого очень сильно изменился, на самом деле, масштаб повествования в пятом эпизоде. И у многих возникали вопросы, типа, при чем тут гвардия, что тут происходит, почему пришли за Кристианом прямо в тюрьму, почему Юлька спасает, что вообще творится, почему Оливера не встал и так далее. Да, это очень частый вопрос. О, ну, конечно. Ну, вообще, по поводу, почему Оливера не встал. Андрей хочет высказаться. Да, я хочу, на самом деле, высказаться. Дело в том, что мне кажется, вот эта вот попытка в видеоиграх делать секс в стиле фильмов 80-х, 90-х с Арнольдом Шварценеггером, да, там, и кто там еще... С Некелорком и Силестром Сталлоне. Да, и Силестром Сталлоне. То есть, когда таких два обнаженных, прекрасных тела, показанные в таком полумраке, под, значит, течет по жопке Сталлоне, делают поступательные плавные движения, играют такой сексуальный джазик. Ну, это, конечно, прикольно, но я не знаю, кто из вас так сексом занимается. Если есть, то, там, капу в чат, пожалуйста. Вы какие-то знаки. Уже нет, да, уже есть. Вы, конечно, прекрасные люди, прекрасные создания, просто ангелы воплотил. Ну, вот, на самом большинстве случаев секс, конечно, так не выглядит. Ну, реально. Ну, варки такие вещи, иногда так случаются. Да, так случается, и много как по-разному случается. И мне кажется, что вот этот вот отход от формата эротики 80-х-90-х по РАН-ТВ, которую показывали, да, помните, помните, да? Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Кто помнит, кто помнит, кто помнит сердечко в чат. Давайте вспомним, что будет. Ризов Шек спрашивает. И поэтому в игре были носороги? Да, 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 да. Понимаете, нам нужны художественные образы иногда показать что-то. Плюс само ирония, это всегда прекрасно. Всегда прекрасно. А носороги, это мощное создание с большим рогом. Молодец. Ребята, кто понял про рог, про большой рог носорога, кидайте фрейдер в чат. Да, 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 также Ризов Шек спрашивает. Ну, многие уже об этом знают, но, тем не менее, нужно воспользоваться случаем, да, и рассказать тем, кто еще не в курсе. Сколько вы хотите делать частей? Думали ли вообще об этом? Чистей, типа как, если вы имеете ввиду эпизодов, как у Бревиафани, у нас будут главы. Ну, смотрите, мы, да, у нас будут главы-главы короче, чем эпизоды, но мы будем их чаще выпускать, их будет больше в целом. И у нас на данный момент глобально все поисание карга разбито на две такие ключевые, ну, на два, ну, такие, на два, по сути дела, даже на три, ну, в общем, на две-три ключевых таких арки, да. То есть это до, давайте так, до прихода в Джихасу и после. Ну, после Джихасу может быть разбито еще на по-две. Офигеть, ты просто спойлерами бомбишь вообще, вот просто, знаешь, Лондон так не бомбили во вторую игровую. Да ну, ты что, ну, нас в Джихасу пока, знаете, конечно, вы туда придете. Ну, да, ну, как бы, ну, все равно, ну, ладно. Ребят, стаканы у нас, блины, нет, мы никого не поминаем, мы на самом деле. Пятый эпизод мы поминаем. Вы видите, кого нету? Тут нет Никиты, как-то. Икела. Икела нет с нами. Ну, просто Лену накормили с нами немножко, налили чайку, так сказать, для атмосферы. И с вашей, вашей компанией нам, конечно, еще теплее и веселее. Да, пожалуйста, да, то есть на вас оставили порцию. Как видите, чуть-чуть на вашей. Да, мы бедные разработчики. Видите, на кухне встречаемся, а не в красивой студии. И так, части. А, вот, и по поводу другой игры, то есть мы сделаем Левиафан Карго, и если, ну, опять же, мы будем делать следующую игру по Левиафану, только если у нас будет реально там творческая сила, творческое желание, потому что у нас сейчас другой уровень повествования, другой уровень нашего подхода, и мы не будем себя насиловать на этот раз, да. Ну и вот, и будем делать только в рамках, ну, только когда мы в силе. Давай вот сейчас четко и специально для Кост 4.4.4, а каждую главу надо будет тоже покупать, типа отдельно? Ранят, главный маркетолог. Сейчас вы порадуете. На самом деле не главный. Нет, на самом деле это отличный вопрос, это очень клевый вопрос. Я объясню суть. То есть изначально вот это вот наше деление на главы, вот я сейчас про последний индикатор, точнее, изначально деление на эпизоды, оно вообще почему было? Оно было потому, что мы выпускали игру с сериалом, вот, и мы ее выпускали изначально для iOS, вот, блин, я на самом деле не знаю, к чему я это сказал, короче, все, все, сейчас у нас все происходит по-другому, то есть у нас сейчас выходит в Steam игра по некой как бы изначальной своей стартовой цене, и тот, кто купил ее на старте по этой цене, он все обновления в дальнейшем получает бесплатно, то есть у него просто игра обновляется, и он там дальше играет, проходит, открывает какие-то новые главы дополнительные для себя и так далее, но при этом, как бы, с выходом каждой главы цена игры чуть-чуть меняется, увеличивается, да, и, соответственно, когда человек покупает игру на старте, он, по сути, ее получает со скидкой, как бы, вот, и на самом деле, в принципе, если мы так посмотрим, у нас эта же схема, только в измененном виде была в последнем не декаде, вот, то есть там тоже бывало так, что люди покупали все эпизоды, и потом просто ждали, потом они выйдут. Спасибо, Марк. То есть, получается, вот, у нас 7 июля будет релиз, игра будет стоить 232 рубля уже со скидкой в течение 7 дней после первого дня релиза, вот, то есть это самая выгодная цена, по которой вы можете приобрести игру, вот. И следующий вопрос от Lurkler. Левиафан, мы взяли Lurkler, 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 Lurkler. Левиафан, мы взяли Lurkler, 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 Lurkler. Вообще природа государства это насилие, это одни бандиты пришли к племени и сказали, что давайте мы будем нас охранять от других бандитов. И таким образом появилось первое государство, то есть это просто бандиты, которые охраняют от других бандитов нас. Ну и вот. Ну дальше, конечно, это все усложнялось, концепция государства становилась все более сложной, но природа его, конечно, насильственная. Ну и вот. Это тоже интересный вопрос, интересный вопрос, что есть государство. Ну и вот. И проект Lurkler Lurkler, он, конечно, посвящен в очень значительной степени, на самом деле, проблематике и природе государства, и его общества в целом, и индивидам в рамках существования вот этой системы. Поэтому мы назвали этот проект «Васильвиафа». Лена, может, у тебя есть какой-то вопрос или комментарий? Блин, ты вообще на все отвечаешь. Разговариваешь, и все отвечаешь. Я вижу вопрос от Сир Атаки, что с продолжительностью карго, ну вот груза, да, собственно, он будет, эта игра будет длиннее, чем последний день декады? Относительно вот все-таки вот этой длительности, ведь насколько я знаю, главы сами по себе, они меньше по длительности, чем эпизод последнего дня декады. Главы, конечно, меньше, но игра будет длиннее, это назначено. Да, она у нас будет длиннее, и самое главное, в ней будет больше вот аспект, то есть у нас теперь еще отдельно выделился вот этот аспект open world, да, то есть у нас теперь вы идете по сюжету, и сюжет это, ну, просто это сюжет, да. Отдельные руты, это тоже, это руты, они по природе свои похожи на сюжетное проявление, но с вот этими вот, совершенно, как, знаете, какие дополнительные игры. Есть вот этот open world, то есть когда ты путешествуешь по миру, и ты там находишь какие-то там ловушки, какие-то там предметы, испытания. И мы сейчас вот стараемся к тому, чтобы к релизу игры как можно раньше появился первое подземелье, то есть вы там, вы на самом деле поймете, когда будете играть, там будет момент, вы окажетесь в такой большой комнате, где вы сможете ходить с видом от первого лица, ну, и вот смотреть там все, подбирать какие-то предметы, и там будет место, куда явно можно будет попасть, и вот в это место как раз он открывает выход на подземелья, и вот эти вот подземелья, это такие отдельные логические такие структуры, в которых вы узнаете больше в основном про мир аберраций, про их существование, про богов, то есть у нас теперь, по рисованию, кстати, стало более такое дивайн, что же, ну, такое божественное, то есть у нас очень важен аспект это языческие разборки богов, ну, вот, как вообще религия вплетит на мир, ну, вот, и вот это все вопросы, они как раз таки рассматриваются в основном вот в этих вот в сторонних подземельях и в сторонних рутах. Я вот вижу очень офигенный вопрос от Джеффер Санка. Осознаете ли вы, что вы, наверное, единственный на рынке видеоигр, кто относится к этому как к искусству, поднимаете интересные вопросы, затрагиваете глубокие темы, а не как остальные, может быть, пофанится? Ну, он засмущался. Ну, вы знаете, я так скажу, я расскажу про театр. То есть не про Толстого, да? На этот раз нет, да. Я просто хочу сказать следующий момент, что у нас довольно амбициозная задача. Я опять же говорю, я могу быть неправ, и я не знаю, что хорошо, что плохо, правильно ли наш подход, и стоит ли ему следовать. Я просто у него искренне верю, и я к нему движусь. В истории театра существуют, по сути дела, две ключевые личности. Ну, для меня, во всяком случае. Может быть, еще больше, но давайте вот остановимся на них. Это Шекспир, и это Чехов. И это две формы существования театра, точнее, три – до Шекспира, после Шекспира и уже после Чехова. И эти личности, они, посвящая себя своему делу, они довольно сильно изменили лицо театра, да, и после Шекспира, конечно, невозможно было воспринимать пьесы и театр предыдущий. Вот. И мне кажется, что мы можем изменить вот этот, мы можем создать вот эту точку перелома, когда, возможно, видеоигры выйдут на какой-то совершенно другой уровень, и мы ищем этот момент как бы развития дальнейшего. Это звучит очень амбициозно, но мы в это искренне верим, и я не считаю, что тут вопрос, насколько у тебя там большой бюджет или что, можно изменить, да, вот как-то чуть-чуть хотя бы подвигать, подвигать вот эту всю структуру, потому что, я еще раз говорю, видеоигры – это потрясающий медийный канал, да, там, когда я в детстве увидел видеоигры, это все, конечно, это полностью снос башки. И вопрос в том, что давайте, ну, мне кажется, можно его использовать еще интереснее, то есть как-то дальше двигать, и, возможно, мы сможем изменить лицо видеоигр, и это будет только в плюс, мне кажется. Ну вот, Сиротаки немножко ранее спрашивал о том, а у вас тот же стиль рисовки остается или нет, ему, конечно, ответили, что, конечно, да, уже будет другая рисовка, но вот, наверное, ребят интересуют… Ой, ну оффлайн или? Наверное, ребят… Сейчас, подожди. Это у меня, это у меня. А, только у тебя? Да. Наверное, ребят интересует вопрос, собственно, почему изменена рисовка. Все, все окей, все онлайн. Все окей, да? Да. Мне кажется, если мы в оффлайне были, сразу же бы написали в чат, типа… Я просто только что перезагрузила ноутбук, так что… А, понял, ну ладно. Почему другая рисовка, что случилось? Расскажите, потому что, ну, это довольно серьезный аспект, это, по сути, ну, ты привыкаешь, да, вот, к одному изображению, а потом оказывается, что совершенно другая рисовка, и ты смотришь на это и не узнаешь уже прошлого. То есть, ну, человек, да, не зайдя, допустим, в группу во ВКонтакте, либо там на сайт, подумает, что это вообще другой Левиафан. Ведь, как мы знаем, ну, есть игры Левиафан, да, и мы подумаем, что это тоже очередной другой Левиафан. Почему? Вот, понимаете, нужно, наверное, сейчас просто объяснить нашим игрокам, почему так, чтобы вот это вот закрылось, так сказать, и чтобы они поняли, что случилось. Ну вот, ну, на самом деле, для начала еврейский встречный вопрос. Скажите, ребята, а вы... Бога-то верните? В церковь-то вы ходите? А ты? А ты как часто в церковь ходишь? Ну вот. Встречный вопрос. А вот вы смотрели такой мультик «Дантес Инферно»? Короче... Я смотрел, я... Мне, кстати... Молодец, Андрей! А я думал, что вы мне спрашивали. Вот, короче, «Дантес Инферно». Там применен очень любопытный, я считаю, ход, который мне дико самому понравился. Это то, что он нарисован, по-моему, то ли девятью, то ли двенадцатью творческими командами, и попутно графический стиль самого мультика, он по ходу повествования меняется ни раз и ни два. Причем он в какие-то моменты, он с упором, так сказать, на какой-то экшен, в какие-то моменты он с упором на мимику и эмоции персонажей и так далее. Так вот, на самом деле, с каждого произошло нечто подобное. Я объясню, потому что, когда мы анализировали, так сказать, результаты Левиафана и анализировали какие-то моменты именно производственные, мы поняли, что нам надо двигаться в направлении большей эмоциональности рисовки. И, как бы, в принципе, стиль, по своему дяди карт визуально, его можно охарактеризовать как близкий к реалистичному. То есть, на самом деле, у нас довольно реалистичное изображение лиц там и так далее. То есть, кто-то говорит, что большие головы, но, на самом деле, я не знаю. Мне кажется, это является, наоборот, плюсом. Как бы лица, они большие и они лучше воспринимаются и запечатливаются в памяти. Вот. И на самом деле, поэтому мы во многом решили двинуться, посмотреть, так сказать, в сторону комиксного стиля. Почему? Потому что именно он позволяет делать очень выразительную, именно, очень выразительную гамму эмоций на лицах персонажей. И на самом деле, у нас очень много решений есть визуальных, которые, они подводят нас именно к акценту на выразительности лиц. То есть, например, у нас появились в игре сверхкрупные планы, когда у нас прямо лицо персонажа занимает вообще весь экран в определенных сценах. И, конечно, это вот сделало все ради этой выразительности. Вот. Ну и плюс... Ну, на самом деле, за визуальный стиль в каком-то смысле можно даже немножечко меня попинать. Почему? Потому что, когда мы только искали нашего художника и когда мы с ним, собственно, разговаривали, я ему называл в качестве референса те игры, которые было бы... Ну, так сказать... Ну, скажем так, визуальный стиль которых, он, как мне кажется, достаточно выразителен. И там, например, была такая игра, как Darkest Dungeon, и там, например, был Borderlands. Еще вот тоже, вот, например, вот вы если делаете игры, то обратите внимание, что смайлики, вот есть смайлики в чате, они же очень выразительны. Ну, то есть реально, мы используем смайлики, чтобы продемонстрировать какие-то эмоции, там есть какие-то ключевые эмоции. И это тоже интересный повод задуматься, что вот, по сути дела, в разных вот произведениях, там, театральных, кино и так далее, очень важный момент ставится на эмоциях, на эмоциональной составляющей. То есть у нас есть некое повествование, а есть вот эмоциональная составляющая. То есть как мы создаем настроение, как мы передаем эмоции. И все знают, как в целом, вот, устроена, да, там, принцип драматургии, что мы когда смотрим, ну, базово, да, как, почему вообще драматургия работает? Потому что когда мы смотрим на другого человека, и он что-то делает, мы в уме делаем то же самое. Даже если мы не хотим этого делать, у нас голова автоматически делает то же самое. Когда мы видим танцующего человека, мы то же самое делаем. И когда уше тело получает вот этот вот образ, оно невольно, как бы, повторяет на микро уровне. И мы думаем, и мы сразу же представим, что человек это чувствует. То есть если я вот сейчас вот так встану, да, так и вот так вот кружится, так кружится, так, ааааа, ааа, вы то есть будете чувствовать, тоже примерно, вы уловите мою эмоцию, что я вот так вот кружусь, у меня раскрыты руки, я такой радуюсь, смотрю на небо и просто благодать на меня спускается. И это природа драматургии, соответственно, а потом мы начинаем отсекать лишнее, что, а зачем, ну, вот мы так много времени уделили рисованию персоналу, а зачем, может быть, сфокусироваться на ракурсах, на количестве, на количестве ракурсов, на количестве эмоций, на то, чтобы показать их ярче, это может быть выразительнее. И мы вот пошли по этому, двинулись в другом направлении, то есть наш директор, там, Александр Давтян получил вот этот вот наш опыт, да, там, от предыдущего проекта, внес свои навыки, свое отношение к этому, и мы вот в обсуждении создали новое. Андрей, а ты вкроешься, что ты сейчас Ризл Шекс, напомню, бывшую учительницу, она тоже так делала, когда пародировала их. Да? Это хорошо или плохо? А вот, можете ответить на вопрос человека? Как бы вы ответите, вы очень сильно одолитесь. Он, ну, вообще, человек спрашивал, почему сменилась рисовка, но именно, мне кажется, он говорил не про такой творческий аспект, а именно что произошло внутри команды. А, смотри, почему, ну, у нас, ну, у нас... Это я спросила. Человек. Человек тоже спрашивал. Человек. Хорошо, люди, люди, которые восклицают, София и Человека. Нет, просто, ну, этот человек спросил, будет ли та же самая рисовка или нет, но мне просто показалось, что очень интересно было бы услышать. Интересно отвечаю. В общем, еще важный момент, да, что у нас сменился арт-директор по причине того, что, ну, Роме, ему как бы не захотелось дальше двигаться с нами. Ну, именно не конкретно с нами, мы ему представили проект, ему хочется делать что-то другое, ему хочется попробовать какие-то другие вещи, ну, и он, соответственно, двинулся дальше, и мы начали искать нового арт-директора. Ну, это естественная ситуация, то есть. И вот это, ну, вообще, кстати, не бойтесь перемен, не бойтесь менять людей в команде, потому что свежая кровь, это всегда, ну, всегда классно. То есть, если не Рома, то кто? Ну, типа, если не Путин, то они все поняли. Ой. Нет. Никого политики. Все? Никого. Да, свежая кровь, это всегда здорово, перед работой всегда стаканчик свежей крови выпиваешь. И помните, больше крови Богу крови. Да. Особенно свежей крови. Во-во-во, никакого Вархаммера. Да, тоже, никакого Вархаммера. Никого политики, Вархаммера. Никого Вархаммера. Александр Белов вот спрашивает там в обсуждении вопрос у нас в ВКонтакте, интересует, в какое время, относительно первой игры, происходят события груза? Ну, мы же отвечали на этот вопрос. События происходят, по сути, сразу же, прям, хронологически. Буквально чуть ли не в тот же день. А будут ли элементы детектива? Хороший вопрос. Слушайте, мы вообще не знаем, какие у нас элементы будут, потому что мы очень открыли. Мы очень открыто подходим к разным особенностям истории и, соответственно, мы вплетаем в геймплей все то, что нам необходимо. То есть, если, допустим, мы, там, допустим, экшн-сцена, то мы добавляем экшн, а если то-то, то мы добавляем там чего-то, да. То есть, все же самые логические задачки и так далее. То есть, мы еще стали, ну, мы стали, у нас навык лучше появился, да. Никита вот разработал систему, так называемых, simple items, да, я не знаю, может сделать как-нибудь отдельный стрим про технологии. В общем, он разработал очень интересную систему, которая позволяет нам добавлять какие-то геймплейные элементы, при этом они не влияют на общую систему. То есть, она как бы их запирает, да, там, ну, с точки зрения такого дизайна, если можно сказать, мы какой-то геймплей запираем вот в этом блочке, там что-то происходит, и дальше игра двигается в следующий блок. И вот это вот перемещение между вот этими простыми предметами, да, простыми блоками, которые могут быть на самом деле внутри себе очень сложны, позволяет нам очень свободно относиться к формату игры и к разным геймплейным особенностям. Вот Rizal Shakes и Jefferson's Cup спрашивают вообще, Эдна-то куда делась? Будет ли она вообще? Ну, вот что-нибудь такое подобное. Ну, мы не хотим отвечать на этот вопрос, мне кажется, это интереснее вам искать, посмотреть. Ну, на самом деле, исчезновение Эдны, оно вполне логично, то есть, если так вот копаться в, так сказать, в механику функционирования демонов, да, вот конкретно таких, как Эдна, то ответ, в принципе, однозначен. Вообще, мы вот, да, мы продолжаем развивать монстрятник, да, так сказать, если можно так выразиться, Левиафана, то есть у нас, видите, у каждого монстра есть своя история, своя какая-то вот особенность, своя какая-то трагедия, страсть, ну и прочие любопытные вещи. И мы в каждой игре раскрываем очень детально каждого, ну максимально детально. Я, кстати, вспомнила, там еще, ну, в самом начале люди просили Протопраймала, мы спрашивали, будет ли он там. А, бахта? Ну, у нас вот все, Джихасу, это, по сути дела, очень большой город, где очень много Протопраймала. То есть у нас даже вот, мы довольно быстро встретили первого Протопраймала, и дальше, я думаю, количество будет увеличиваться. Потому что Фурия, любитель Фурия, welcome, мы поддерживаем всех любителей разнообразия. Да, нет, я считаю, что кота надо однозначно ставить, кот очень крутой. Да, кот крутой, у него такая история прикольная, ему там выводок свой хотят, кормят. Кота все любят. Да. Вот я вспомнила, в самом начале, когда вы кидали скриньи, или четверо и того, там еще поздравления с Новым годом, было намного меньше цензуры. Именно вот там, где мать Оливера лежит на кровати, она как бы, она вся голая, нет никаких одеялец. И даже, ну, были наработки хиш с голой грудью. И почему вот такая вот идет, вот так вот решили зацензурировать? Ну, я, честно говоря, не знаю, может ли это назвать. Сейчас, давайте, действительно, за хороший вопрос у меня в тукик поставил. Смотрите, ну, по хиш все просто, все просто, она просто одетая, да, банально. И как бы просто так показывать сишки, как бы не клево, я считаю. Да. Не, на самом деле, это клево, наверное, но это не очень, так сказать. Ну, да, то есть это клево, типа ты там тусишь и так. Я же не вписывалась в ее, как бы, сюжет этот самый. Ну, да, то есть она просто другой персонаж, то есть у нас там были какие-то идеи, но в целом все пошло другим путем, и поэтому мы ее просто одели, потому что это логично. Да, ну, вообще, девушке показывайте сиськи чаще, это клево. И мальчики тоже. Мальчики нет. Почему тебе нравится мужиками? Грудь, да, ребят. Мне кажется, это сексизм, брат. Как-то не фанат. Это сексизм. Все показывают грудь. Ладно, если по поводу матери, да, да у нас, понимаете, в чем история, просто, блин, не знаю, может быть, мы сплоховали в чем-то даже, то есть как-то слабо, ну, это слабенько как-то, может быть, можно было и пожестче. Но дело в том, что у нас это, просто, я знаете, что мне не понравилось? Мне понравилась эта тема, что вот эта сцена, где без цензуры, она выглядит так, как будто ее изнасиловали. Но у нас нет ни тем, ну, у нас там нет, на самом деле, темы того, что ее кто-то там насиловал. То есть была физическая убийца, но насилия не было, и вот это мне не очень понравилось. Поэтому мы сдвинулись как бы в чуть-чуть, в чуть-чуть такую цензуру, не для того, чтобы именно зацензурить ее, да, там, а скорее просто для того, чтобы, ну, изменить немного характер сцены, чтобы это было, знаете, как такое подозрение, то есть возможно так, возможно не так, но потом это все, конечно, раскрывается, ну, если вы играли в дот, да, но вы знаете, конечно, что никто ее не насиловал, и не знаю вообще, когда у нее секс-то в последний раз был, понимаете? А люди думают, что, типа, как раз-таки вот она переспала с Кристианом, и вот вам это сделала? Не, ну зачем? Кристиан как бы не такой же, да, собственно. Да, Кристиан не такой, друзья, он не такой, как вы подумали, у него есть свои страсти. Да, Кристиан очень идейный, парень такой. Идейный, да, идейный. Ризал Шекст тут спрашивает, собственно, в обсуждениях ВКонтакте, один из ее многочисленных, то есть девяти вопросов, это, как вы относитесь к фанфикам, вы не читали ли вы фанфика «Пылесоси»? Мы любим фанфика «Пылесоси», это просто... Они часто о нем говорят, я свидетель, знаю. Да, ну, я так скажу, я какие-то фанфики читал, но, как сказать, мне какие-то, ну, вот я говорю, про пылесос и так далее, просто это мем такой, да, уже скорее. То есть вы создали мем, ну, вот, фанфик, это интересно, да, интересно, вот это творчество. Ну, конечно, с точки зрения, ну, понятно, что людям, которые пишут фанфики, им надо развиваться и развиваться с точки зрения написания текстов, ну, вот. Но это всегда очень интересно, то есть это такой интересный взгляд, интересная интерпретация, интересные желания. Ну, это очень любопытно, на самом деле. Ребята, ну, чем вы вдохновлялись при создании Левиафана? Смотря какого из них. Ну, наверное, все-таки спрашивают про первую игру, я так полагаю. Риза, ты можешь отписаться по этому поводу в чате, но я так полагаю, что это L. Dot. Потому что про L. Dot мы еще не говорим. Ну, расскажите про L. Dot, может, и потом про карты. Знаете, вот про L. Dot, на самом деле, мы вот на этом стриме, да, мы будем играть в L. Dot. Вот мы, разработчики, да, будем сидеть и играть в последний день декады на этом стриме. Этот стрим будет довольно большой. И там прям будем рассказывать про какие-то отдельные моменты, как из реальной жизни, так и так, ну, как из нереальной жизни, да. У каждого из нас есть нереальная жизнь. Ну, и вот. Ну, в общем, ты хочешь ставить вопросы на следующий день. Ну, да, я бы какие-то вещи, посвященные L. Dot, оставил бы тогда. И вот, ну, мне кажется, мы бы прямо на месте, так сказать, разбирали. Я говорю, нам очень много чего интересного расскажем, как все создавалось, как все там делалось. Вот тут Матвей Красный задавал вопрос, тоже ВКонтакте. Ютуберам будет выдаваться игра? Да. Ну, да. Вот. Да, чтобы это было в записи, да, будет. Вы нам пишите, пишите мне в личку, и там уже договоримся. Лен, может быть, ты вопрос какой-нибудь задашь интересный? Это у нас здесь очень много, на самом деле, вопросов, но мы все-таки оставим на предрелизный стрим. Вот. Ну, я имею в виду ВКонтакте. Я вообще, я вообще хотела, чтобы вот, ну, на самом деле, в самом начале, чтобы коротко можно было вынести, там, если я буду писать, ну, делать интервью, чтобы вы сделали такой словесный трейлер игры. Как бы, да, вот, попытайте сейчас. Ну, я с удовольствием, я, ну, я всем друзьям рассказываю постоянно. Ну, ладно. Словесный трейлер. Можно тизер? Для меня, да, вот, что для меня карго, что вот это значит, да, что это за проект? С точки зрения игрока, да, для меня это очень интересный проект, потому что в нем есть вот этот элемент путешествия вот в этом мире Левиафана с видом из глаз, что открывает очень большие возможности. и мне нравится вот то, что мы сделаем, это очень нестандартный подход. То есть вы приходите, я вот, честно говоря, не встречал таких игр. То есть вы просто пробегаете по локациям, а тут есть куча маленьких деталей, которые можно распотребить, можно узнать какую-то информацию, можно кликнуть, да, там будет текст какой-то дополнительный с лором. Притом он очень короткий, очень емкий и довольно, ну, и он рассказывает действительно очень интересные моменты, связанные непосредственно с этой локацией, с миром. Мне очень, мне очень нравится вот то, что у нас есть два таких ключевых состояния в игре. Это когда мы ходим, да, как человек, и когда мы можем залезть в мех. И это тоже, ну, это потрясающе, что мех, я очень много сил потратил на то, чтобы убедить всех, что мех должен чувствоваться мехом. Все со мной согласились, и я программировал его даже. Ну, вот, так что мех, он достаточно интересный получился, и эти два состояния, они очень сильно отличаются. То есть когда вы в мехе, вы просто вот думаете о тех возможностях, которые есть. Когда вы в мехе, вы находитесь в бронированной такой машине, в которой есть гарпун, и, по сути дела, весь урон, который вы получаете, он там должен, он проходит сквозь броню, там лечится, значит, там есть такие специальные медицинские блоки, которые вас лечат, и вы чувствуете себя в безопасности. Но когда вы в мехе, вы находитесь как бы в танке. То есть вы не можете осмотреть какие-то предметы, потому что, в условном деле, не можете там нагнуться, у вас угол обзора другой. Вы, но вы можете взаимодействовать с внутренностями, вот этим всем хай-теком. Потому что когда вы залезаете в мех, то помните, у нас в Доди была такая тема, что ты можешь телефон положить, и там есть голограмма, да, там есть технологии вот этих вот. Так вот, мех, он позволяет вам видеть все эти голограммы и взаимодействовать с ними. То есть это тоже очень интересный момент. И, а когда вы человек, вы более быстрый, вы маленький, вы можете как-то взаимодействовать с миром иначе, да, вы можете находить какие-то предметы и использовать их. И вот эта вся комбинация, она порождает просто, ну, очень много интересных возможностей. То есть у нас там, мы очень сильно переработали экономику, теперь она будет лучше, да. У нас вот эти сторонние подземелья, они все интересны. То есть вот вы, если вы видели картинку, анонс этого стрима, да, то вы видели там вот изображена какая-то такая большая голова. И вы можете вот отправлять вот эти вот подземелья, вы можете исследовать эти истории, исследовать какие-то вот логические там будут задачи. Ну, они будут в нашем стиле сделаны. То есть это не будет задача в духе там «соедини три рандомных предмета и получи там четвертый», и им восходится. А это именно такие интересные возможности, да. То есть вот, например, у нас есть меч, и там будет такая вещь, как... Есть, значит, механизм, в котором есть цепи, да, используя, ну, из цепи он сделан. И вы можете взять этим мечом и воткнуть его, как бы, вот в эту, ну, как бы, ячеря, как это называется? Звено цепи. Да, звено цепи приковать, как бы, к стене. Таким образом цепь перестанет работать, то есть она заблокируется, и вы там сможете как-то воспользоваться этим. Ну, и вот вы будете встречать... Мир обираться, да, там, мы очень... Ну, то есть у нас будет еще много мир обираться. Потом вы будете исследовать вот эти вот места. У нас будет... Мне очень нравится, какое разнообразие локаций у нас будет. То есть вы путешествуете, с одной стороны, по туннелям, по каким-то подземным подземелям мир обираться, а потом вдруг вы можете найти целый сад там подземный, который красивый, там, река, какие-то, короче, навесные там эти... лестницы, какие-то статуи. То есть и вы все это будете изучать, всю эту историю, погружаться в это. Вы будете находить какие-то недоступные места, которые потом будете находить какие-то там, допустим, апгрейды меха, которые позволят вам туда забраться. То есть у меня вот этот вот дух приключения, он меня просто потрясает и разнообразие. А когда вы попадете в Джихасу, ну, это будет очень скоро, да, так сказать, после этого, но поверьте, у нас... Ну, то есть Джихасу просто вы офигеете, потому что это будет очень крутой фил вот этих вот локаций. То есть каждая локация, она по-другому чувствуется. Как для человека, который как бы любит историю, любит литературу, для меня Карга – это очень сильное литературное произведение с очень сильными интересными персонажами. Когда вы начнете читать и смотреть, что у каждого персонажа есть такая-то, такая-то ситуация, да, в жизни их позиции, как они к себе относятся. То есть, ну, это очень интересное произведение с учреждением персонажей. То есть, ну, мне кажется, их прямо можно реально полюбить. И когда вы увидите старых персонажей, которые тоже будут, так сказать, доведены до этого же уровня Карга, да, до этого уровня повествования, то вы просто, ну, мне кажется, вы поразитесь. А когда вы увидите вот эти вот сторонние истории, вы вообще подумаете, что вы играете в несколько игр. То есть у вас как будто бы три игры на руках. Одна игра с четким таким сюжетом, да, ну, с ветвлением и так далее. Потом, бац, вы видите, что там есть еще какие-то сюжеты, которые вообще отличаются. А потом вы попадаете в open world, и вы понимаете, как много всего будет открываться. То есть, когда игра будет обновляться, будут открываться новые сектора, там, этих подземелий. Притом, там вот этих вот входов в подземелье будет несколько. То есть будет вот первый, который вы встретите вот уже сейчас. Потом другой, это будет вот как раз вот этот сад. И третий будет уже это в G-Hus. То есть три таких хаба, да, основных. И у каждого хаба там несколько подземелий, и они как-то там все друг с другом связаны. Это будет, ну, это будет очень крутое приключение. И действительно, вот я эту игру делаю, да, и вот мне профи, да, пусть не я, пусть кто-нибудь. Но это игра, которая должна быть сделана, потому что она потрясающая. То есть ее не хватает в мире видеоигр, прям конкретно. Ну и вот. Я все силы прилагаю к тому, чтобы она была сделана, и, ну, я чувствую определенную ответственность за это, потому что это действительно, ну, мне кажется, это очень-очень сильное, интересное произведение и очень интересная игра. Ирина Лошейкс здесь спрашивает, кстати, а какая литература есть в мире Левиафан? Простижно ли там ходить в библиотеки? Ну, на самом деле, я отвечу на, вот у вас литература в мире Левиафана, безусловно, присутствует. И даже более того, ну, по косвенным, так сказать, признакам определенным, которые мы видим в сюжете последние декады, можно понять, что литература это по большей части удел аристократов. То есть, в общем-то, ну, это соответствует, так сказать, картине мира в целом, когда аристократы это, типа, элита общества, они образованные, они умные, у них в руках власть, богатство, они, в общем-то, самые передовые вещи, самые передовые вещи, достижения цивилизации, в то время как простой льдины по большей части они там копошатся внизу в грязи, в болезнях, вот, и, в общем-то, жизнь у них далеко не сахар. Вот, и, конечно, как бы, литература, по сути, она наделена таким флером элитарности. Вот, так что, вот, как бы. Чтобы еще сильнее, может быть, представить масштаб именно самой Вселенной, ты говорим, что каноничные действия, которые происходили в льдоде, они будут принесены, ну, отражаться в карго. И тот момент с пришельцем, ну, с кем-то вот, там вот, он будет же отражен, да? Он будет или нет? Ну, смотрите, вот это все, я говорю, Старо, мы не отвечаем на вопросы по технологиям, это ваша задача, а не наша. То есть, у нас есть мир, ну, мы считаем, что это очень интересная загадка, вся вот эта ситуация. И все, что есть в игре, как бы, это есть, но вы же думаете, сами как это все, что это такое, почему это такое. Потому как уклончиво отвечать в игре, вы можете делать в игре. Зеферсон, Кап, вот, еще задает такой вопрос про план обновления. Ребята, расскажите, вот, допустим, вы сейчас, да, у Васильбова Юрия выйдут там три главы. Как скоро игрок сможет получить следующую главу? Смотри, у нас будет... Это система будет или что? У нас будут три типа. Ну, у нас будут, конечно, простые вот эти фиксы, то есть, когда мы выпускаем какое-то обновление, которое, допустим, какие-то проблемы решает. А если по-имену брать обновлениям, которые конкретно контентные, да, то у нас будут три типа. То есть, это когда вы получаете новую главу в истории. Это на самом деле, это самое важное обновление с точки зрения того, что они толкают контент дальше. То есть, как бы весь контент, он крутится вокруг вот этой вот истории, которая, по сути, делал такого приключения из точки А в точку Б. Второй момент, вы будете получать руты вот эти вот. То есть, руты, это какие-то альтернативные развилки, довольно серьезные в плане истории. Они будут вам раскрывать дополнительную информацию, то есть, вы будете смотреть на историю с других, так сказать, сторон и так далее. И третье, это вот эти вот сторонние подземелья, которые будут тоже выходить отдельными таким, отдельными апдейтами. Ну и вот. И все эти три типа обновления, вы будете получать совершенно бесплатно, если вы уйдете игру при релизе. Ну и вот. Как часто? Ну, наша задача, чтобы хотя бы раз в неделю какой-то из типов вот этого контента выходил, ну, выходил, да. Ну, раз в нашей задачи. Мы будем стараться максимально быстро это делать, то есть, мы вот уже продакшн настраиваем на вот этот вот на какой-то режим выпуска. Ориентируемся на четверги, вот так вот. Но мы постараемся сделать все, чтобы было максимально много, максимально рано и максимально качественно. Ну и вот. То есть, через сколько дней? Ну, после выхода игры, в четверг выйдет либо... ну, выйдет root. Выйдет root. То есть, мы выпускаем первые вот... первые три главы, когда выходят... в четверг, то есть... А, в четверг мы выпускаем первые три главы, потом мы, соответственно, выпустим root, потом мы выпустим Side Dungeon, где-то вот так будет. Ну, потом, потом, потом такое абстрактное. То есть, допустим, сегодня, ну, к примеру, да? Ну, смотрите, давайте так. 7-го числа в четверг мы выходим, вы получаете первые три главы. В следующий четверг вы получаете «Рут с бандитами», который завершен, ну, то есть от начала до конца. В следующий четверг вы получите «Сайт Данжон». То есть 7-го, 14-го, 21-го. Хорошо, а после 21-го следующее обновление, какого числа? Ну, я так и не могу, да. Ну, мы надеемся на четверг. То есть мы, скорее всего, после 21-го уже выйдет, в следующий апдейт будет по истории. Ну, то есть идеальная система апдейтов – это через неделю. Ну, да, через неделю, то есть «Рут Данжон История», «Рут Данжон История». Ну, это в идеале нет. И будет чередоваться в идеале. Ну, в идеале, да, мы хотим чередоваться, чтобы был разный контент, разное обсуждение. Притом мы еще планируем проводить какие-то регулярные стримы, да, там, ну, не раз в неделю, да, но раз, там, 2, 3, может, 4 недели. Ну, в общем, когда выходит какое-то важное событие, да, мы будем проводить регулярные стримы, в котором будем обсуждать, как бы, либо фан, игру и апдейт, и, ну, в общем, контактировать с комьюнити. Вот «Джефферсон Кап» также следующий вопрос задает. У вас их определенное количество, ну, видимо, вот этих вот, а, он имеет в виду про обновления. Изначально запланировано или их будет бесконечно много, видимо, пока идеи не кончатся? Ну, смотрите, мы закончим историю, да, закончим все запланированные подземелья и руты, и на этом, собственно говоря, на этом игра устаканится, она уже будет считаться релизом. То есть они запланированы? Или сейчас находятся в разработке? Ну, смотрите, вот, допустим, мы не будем, ну, представьте себе, вот мы так делаем историю, да, и вдруг мы так, ну, мы запланируем, там, 10 рутов. Я не знаю, сколько рутов будет, потому что мы ищем интересные моменты, то есть как создаются руты, то есть появляется какой-то интересный момент, когда мы понимаем, блин, а будет прикольно, если тут игрок сможет сделать какой-то выбор альтернативный. И в этом как бы есть интерес, что руты, они создаются, ну, допустим, в рамках того, что мы видим, что здесь может быть интересно, что, допустим, это, ну, я не знаю, я даже не знаю, что привести. Ну, даже вот, например, ситуация с, если взять там лдот, да, ситуация с орвудом, что мы, значит, получаем вот эту тень, а, допустим, если у нас было бы в лдоте вот эта технология рутов, то мы могли бы сделать рут, где ты, допустим, берешься и отпрыгиваешь от него. Это же вообще другая история. Понимаете? Не, я не хочу тебя. Да, это вообще другая история. Или, например, где ты берешь и Юлию убиваешь, когда понимаешь, что она наследует. Это вообще история уже про маньяк, и ты становишься таким маньяком, который ходит, и всех там, это Арину, Келла, всех свидетелей, профессора Крейза, да, там, всех начинаешь убивать. Ну, то есть, руты, понимаете, это вот именно такая вещь, которая, не говорю, вот видите, у нас такой стиль, стиль, ну, если вы играете наши игры, мы очень свободно относимся к рисованию, к цензуре, к каким-то таким интересным вещам, и нам нравится вот это вот баловаться с материей мира. То есть, исследовать ее, смотреть, что можно как-нибудь так сделать, сяк, и руты, это вот еще дополнительный инструмент для нас побаловаться. Вот тоже Rizal Shake спрашивает, с 3MU Press 7 вообще больше не будет? Я, я думаю, у меня есть идея сделать стрим пассив с Паней Карениной. Вот это хренеть. В смысле, ты будешь, а что будет фоново, а там что будет, фильм уйти? Нет, никакой фильм, мы будем просто, мы будем на этом стриме, ну, я опять же не знаю, хватит ли у меня сил на него, но суть в следующем, что мы будем вместе с вами читать Анну Каренину, она очень хорошо подходит под стримы, Толстой знал. Он что-то сдал. Ну и вот, и мы вместе с чатом будем создавать персонажи, как мы их видим, мы будем Sims как-то разыграть вот эти вот сцены из произведения, обсуждать его, и вот так вот. Это, мне кажется, довольно интересный стрим, потому что если бы, ну, в общем, я такой тизер сделал, чтобы вам было интересно ждать Анну Каренину, потому что звучит это, конечно, по-школьному неинтересно. Но Анна Каренина начинается с того, что муж изменил своей жене с французской гувернанткой, ну и вот, и, собственно говоря, мы видим, как жена, ну, то есть история начинается с того, что жена об этом узнала, и муж должен попросить прощения. Ну и, в общем, вот такая уже, видите, интересная. Представьте, у вас есть парень, и вы узнали о том, что он отжарил французскую гувернантку. Ну вот, и мы, так сказать, будем освежать Толстого, да, и мне кажется, это может быть очень интересный стрим, там очень много таких пикантных острых моментиков. Вот, я думаю, это будет интересно. Мне уже пора идти казаться на карусельках, поэтому я, можно скажу, ну, последнее слово своё, напутствие моего зрителя. Разрешите, пожалуйста. Я была на гип-пикнике на лекции научно-популярного журналиста Аси Казанцевой, и она говорила, что проблема научной популяризации в том, что мы вещаем только для своих, как бы, и, то есть для людей, которые в теме. И почему я беру, как бы, условно это интервью у Lostwood Games, потому что я буду писать для тех людей, которые не будут в теме, которым кажется, что игры — это, ну, не какой-то способ самовыражения или не какой-то новый элемент в культуре. Этим людям кажется, что игры — это, ну, как бы, игрушки. И я просто хочу призывать людей, популяризировать тебе фан, потому что вот со всей этой, ну, да, со всей этой масштабностью, которой планируется у Cargo, это будет что-то действительно новое. И невероятное, такого ещё не было в игровой индустрии. Ты говоришь, Cargo, как операция Argo, я не знаю, Cargo, Cargo, груз. Слушай, Лена, это, конечно, очень приятно и очень интересно, и я тоже задавалась с ним вопросом. Я вообще, я не любитель компьютерных игр, но когда я познакомилась, да, и когда я познакомилась с Левиафаном, когда я познакомила свою подругу с Левиафаном, она говорит, а что эта игра, ну, это действительно, вот это называется игрой, да, то есть, ну, вот у меня, я уже Андрею не раз рассказывала о том, что у меня сложилось такое впечатление, ну, наверное, не знаю, там, от родителей, от бабушек о том, что игры — это зло, там, ты там сидишь, играешься и больше ничего не делаешь, жизни не видишь. Но это ведь, ну, вопрос, так сказать, качества, да, вопрос, ну, это как с любым видом в искусстве, то есть, с любым произведением в искусстве. Ты можешь посмотреть хороший фильм, либо ты можешь посмотреть плохой фильм. Ты можешь прочитать, допустим, Толстого, или ты там прочитаешь, да, Редонцового, например. Ну, это тоже такой вопрос, то есть, нужно выбирать, и нужно думать всегда о том, что, ну, знаешь, не абсолютизирован, вот, поэтому спасибо тебе. Ну, для фан — это именно то, что нужно выбирать. Спасибо. Что с ним, так круто с ним, да, Редонцовый, покажешь, у меня борода порыжала, понимаете? Слушай, Triumph Fund, последняя, последняя вопрос. Давай, давай, что там? Интересно, Triumph Fund 45 пишет о том, что на Твиче нельзя читать книги, Андрей. Да? Он говорит, по крайней мере, одну стримершу банили. За книги? А мы будем в Sims играть, брать. Да, мы решим этот вопрос. Обязательно. Спасибо, Путушка, мы себя тоже целовахом. Всем спасибо, стрим заканчивается. Да, ребята, спасибо, что пришли, мы с вас дико кайфуем, спасибо, что вы такие... Да, можете делать репостики нашего стрима, мы скоро зальем. Очень грустно, я с ключом на прощание. До свидания. Сейчас я... А может, новый какой-нибудь трек Груза? Да, 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 сейчас, 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 сейчас. Кто еще не заметил, у нас уже целых нового трека для любя фан Груз в группе ВКонтакте, первые три записи. Это овертюра фантазия, ну, собственно, триггер и в ожидании ГОДО. Можете послушать и как-нибудь подписаться, опреодировать по этому поводу. Вот, сейчас Андрей ищет какую-нибудь подходящую композицию. Они просто тут почему-то в проекте переименованы, я их не могу узнать. Да ладно, уже включай что-нибудь, рок-так-рок. Нет, что значит рок-так-рок, у нас есть. Блин, они... ладно, мы тогда отсюда. Все, до свидания, друзья. Всего доброго. Все, всем пока. Посмотрите все на камеру, ребята, помыхайте. Все, пока, спасибо. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok